Сейчас все расскажу по порядку. В март и апрель я готовила участок под посадку клубники. Делала грядки, как давала погода. Она не очень-то давала. Весна была хорошая, с теплыми дождями, и растениям было хорошо расти. А вот мне было плохо, из-за того, что я опаздывала с посадкой рассады на месяц. Из-за дождей я высадила только в мае месяце. Уже картошка вот такая стояла. Вокруг уже полно травы и листвы. А я сюда саживала рассаду. Последнюю цунаки вообще высаживала уже с ягодами. Продавцы рассады ехали мимо моего дома, и мне ее завезли. Заодно завезли мне на пробу свою первую созревшую землянику, которую они везли на рынок. Конечно, плохо, что уже с ягодами была моя рассада. И, конечно, я удалила с нее все цветоносы. Но все равно она тяжело приживалась. Тем более, что цунаки вообще туго приживаются. Конечно, моей рассаде требовался обильный полив после такой пересадки. А вот тут-то дожди и закончились. Пришлось переходить на каплю. С мая и до октября почти без дождей. Но, тем не менее, рассада приживалась. Ей все нравилось, и она стала активно выбрасывать усы. Я хотела взять с нее все усы, так как у меня появилось много земли в другом месте, где я сейчас готовлю место под земляничную экоплантацию. Планирую выращивать на ней землянику без применения химии. Но вместе с тем я понимала, что если я оставляю на укоренение все усы, то я не только не получу с этих кустиков никакого урожая, но мне вообще придется с ними расстаться. Но и расставаться с ними я тоже не хотела. В общем, чисто по-русски. И на елку залезти. Ну, в общем, вы понимаете. Одним словом, я поставил перед собой сложную задачу. И усы взять на укоренение все, и сохранить урожайность моих кустиков. Тем более, что у меня высокие грядки под спонбондом, на которых укоренение розеток невозможно. И начались эксперименты. Первым делом куда? Ну, конечно, на YouTube. Чем больше смотрела видеороликов об укоренении земляничной рассады, тем больше приходила к мнению, что мне ничего не подходит из предлагаемых методов. Посмотрю видео, попробую. Нет, не то. Только усы испортила. Снова смотрю, снова пробую. И снова порчу, и снова выбрасываю. А это время, труд, финансовые затраты, упущенная выгода, да и возможности тоже. Усам я особой воли не давала. Срезала их без корней. Ну, разве что только с их начатками. Так что маточные кустики мои силы свои на укоренение не теряли. А мне дальше эксперименты, эксперименты, целое лето экспериментов, проб, ошибок и потерь. В августе я стала зашиваться с рассадой. Мои усы стали превращаться вот в такие заросли и кучи. Но у меня уже был спланирован метод по их быстрому и одновременному укоренению всех розеток сразу. Но для этого метода у меня дома мало земли. А наша будущая плантация находится в 6 километрах от нашего дома. А ведь у нас еще козье стадо, которое нужно доить, пасти. А нас только двое, мой муж и я. В общем, перевели мы свою скотинку к нашей плантации. Это было начало августа. И там на опушке леса я стала применять свой метод. Дело пошло хорошо, быстро и эффективно. Очень жалко было те розетки, которые погибли в результате моих первых экспериментов. Но опыт сын ошибок трудных. Все равно мои усилия были не напрасны. Последние усы я срезала и поставила на укоренение в начале ноября. Правда, в тепличке. У нас на Черноморском побережье тепло вырастет. Сегодня 15 ноября. Было плюс 14. А что же мои кустики, которые отдавали мне свои усы после такой тяжелой для них пересадки? Да все хорошо у них. Они получили хороший уход и внимание. Подкармливались только козьей кисломолочной сывороткой и под корень, и по листу. Этой же сывороткой, настоянной на травах, обрабатывались от вредителей. И теперь стоят такие крепкие, коренастые, с темно-зеленой листвой. За август-сентябрь сформировали хорошие плодовые почки. Толстенькие такие. От одной до шести штук. Даже моя укорененная рассада, та, которую уже я вырастила, из усов. Некоторая дала по 2-3 почки. В общем, зиму ухожу с надеждой на урожай. Хотя, конечно, зиму еще нужно пережить. Но это уже как Бог даст. Зима у нас теплая, так что будем надеяться. А пока мы ее будем переживать, я займусь подготовкой будущих грядок под рассаду. Самую главную тяжелую подготовку буду проводить дома, в теплом помещении, не спеша, не надрываясь. Чтобы весной перевести на плантацию готовые заготовки и быстро формировать грядки. Потому что весной мне снова нужно будет взять урожай, укоренить все усы, быстро и много, и опять сохранить маточные кусты. Теперь уже, надеюсь, без таких потерь, как в 2017 году. Все свои эксперименты я снимала на видео и фотографировала. Так сказать, для самой контроля. Постепенно их собралось достаточно много, и я подумала о том, что из них мог бы получиться полезный курс по рентабельному выращиванию рассады клубники. Я принялась за дело, и через 3 месяца работы с моими материалами мой курс был готов. И теперь все, кого интересуют темы разведения клубники, могут с ним познакомиться. И не только познакомиться, но и воспользоваться моими находками, тем самым сократив значительно свои расходы и высвободив время для других работ или отдыха, что тоже немаловажно. Нам нужно уметь останавливаться и отдыхать.